Всем привет, с вами Тед. Сегодня мы поиграем в Парк Итект, игра в которой мы строим парки развлечений, зарабатываем на них бабки, развлекаем наших посетителей, чтобы всем было весело. Ну а нам с вами сегодня точно будет весело. В этой игре есть режим кампании, в которой вы можете выполнять различные миссии и задания, но мы начнем с режима песочница. Сделаемся самый огромный парк, бесконечные бабки, ну и давайте развлекать наших посетителей. Так, мы можем самостоятельно установить цену на вход, это замечательно. И конечно же придумать классное название, как мы его назовем? Беги отсюда, замечательно. Я думаю, так мы привлекем очень много посетителей. Я хотел создать большой парк, но насколько он большой? Большой, очень большой, очень-очень большой. Сойдет, ну что, можно начинать строить какую-то развлекуху. Надо разобраться с управлением, как тут что строить. Ой, подождите, кто это идет? Ты уже бежишь отсюда, маленький человечек? Ты же только пришел. Нет, ему все-таки здесь понравилось, хоть развлечений здесь и нет. Вы думаете о том же, о чем и я? А что, если мы удалим за ним выход? Отлично! Он не воспользовался нашим названием парка, как призывом к действию, а вы, кстати, можете воспользоваться моим призывом и поставить лайк. Ну, а наш парень попал в засаду. О, подождите, я могу придумать ему имя. Как же мы его назовем? Бедняга. По-моему, отличное имя для посетителя номер один. Он очень рад, что ему довелось стать первым посетителем. Я бы так не радовался. О, мы даже можем заглянуть к нему в карман и посмотреть, сколько у него с собой бабок. Так, еще я могу посмотреть личную его статистику по счастью, голоду и прочим параметрам. Пошел дождь, и счастье точно сейчас у него уменьшится. О, нет, его ударило молнией! Реально бедняга. Ладно, отправим его в уголок, чтобы не мешался, и посмотрим, что мы можем здесь построить из парка. Ну, я как истинный бизнесмен придумал такой парк. Так, люди заходят, ходят по кругу и платят за это деньги. По-моему, гениально. Единственная жалоба на усталость. Ну, посидите на вот этих корн-догах. Как вам сидится, ребятки? Придите к нам снова. Зачем вы ломаете скамейки? Все вон из моего парка! Как дела у нашего бедняги? О, нет, дружище, ты хочешь пить. Надо поставить ему киоск с напитками. Бедняга, что ты не пьешь? Ты же так хотел попить. О, молодец, наконец. Приятного аппетита, бедняга. Единственное, о чем грустит бедняга, о том, что он не может найти выход из парка. Ну вот же, дорожка прямо перед ним. А нет, по этой дорожке может ходить только сотрудник парка. Бедняга по ней ходить не может. Но ему никуда и не надо ходить, бедняга. Погнали веселиться. Я смотрю, ты уже напился и хочешь только в туалет. Ну, я думаю, самое время избавляться от нашего киоска. Надо найти тебе развлечение по вкусу. О, симулятор движения. Пойдет. Значит, мы можем поставить аттракцион, место, где они будут входить и выходить. Супер. Готово. Остановить в очередь, бедняга. Все готово. Залазь. Все для тебя. Что? Этот аттракцион для тебя недостаточно хорош? Давай, заходи. Тебе, наверное, не нравится название нашего аттракциона. Залазь в меня. Так намного лучше. Смотрите, бедняга все еще ходит по своему мусору и не хочет кататься на аттракционе. Надо, я думаю, ему немножко помочь, чтобы ему было проще определиться с выбором. Ладно, может понравится ему какой-нибудь другой аттракцион. Например, чертово колесо. О, да. Совсем другой разговор. Развлекайся, братишка. Я вижу, насколько тебе весело. Может, бедняга хочет что-то более экстремальное? О, да. Отвращение больше 50. Пойдет. Тяп-ляп. Готово. Тут не страшно. Не, ерунда вышла. Блювотия. Вот это отлично. Открыто. Что-то бедняга не горит желанием кататься на блювотии. Судя по его действиям, бедняга вообще хочет умереть. По-моему, он вообще не ценит все, что мы для него делаем. Возможно, потому что он в нашем парке уже 23 часа 59 минут и... А, черт, сбросилось. Ладно, возможно, он действительно устал от нашего парка. Надо добавить к нему еще пару бедолаг. Бедняга 2, 3 и 4. Возможно, у них все еще есть жажда приключений. О, да. Они точно не представляют, что их ждет дальше. Ну что, как аттракцион? Было весело. Все понравилось. Хотя он вроде бы накатался. Не, нормально, еще кружок. Вы посмотрите на это счастливое лицо. Как поездочка. О, да, видно отлично. Блювотия работает, как и задумано. Да, тут даже аттракцион вот стоять в очереди. Послушайте это. Первый бедняга отказывался кататься. Мне кажется, я нашел, что ему нравится. О, посмотрите, как он довольно идет и садится кататься. Ну что, удачной дороги. Развлекайся, дружок. Я всегда знал, что я найду то, что тебе понравится. Я думаю, ничего страшного, что я забыл сделать выход. Ладно, как дела у вас? Дальше к выходу из парка пройдет только тот, кто катался больше всех. И вот наш победитель. Бедняга 2. Для него мы сделаем стойкие горки. Это горки, на которых нужно будет ехать стоя. Так, надо разобраться, как их строить. Ну, в общем, вроде бы все просто. Так, по рельсочке собираем наши горки. Они будут и очень интересные, и разнообразные. Он явно хочет отсюда уехать. Не раздумывая, сел в наш поезд. Удачной дороги, бро. Я думаю, трасса тебе точно понравится. Короче, произошло невообразимое. Пошел дождь, ему грустно. Но самое плохое, то, что, оказывается, сама вагонетка не едет. И она потеряла свою инерцию и просто остановилась. Блин, а что, разбирать придется по одной рельсинке опять? Я исправил недочеты, и теперь по всей длине трассы у нас колесики, которые толкают вагонетку. Теперь ему точно будет весело, и он доедет до финиша. И да, всего 20 минут реального времени, и он уже на финише. Я думаю, ему очень понравился аттракцион. И радостный выйдя из аттракциона, он идет в таинственный туннель. Что же его ждет на выходе? Та-дам! Здоров, братишка. Ну что, еще кружочек? Все бедняги грустят, потому что не могут найти выход из парка. А я им его решил предоставить. О, да, с каким воодушевлением они идут на борт. Чтобы выйти из парка, придется подняться на огромную высоту, и потом начать спускаться по сумасшедшей спирали. О, мы можем строить даже под землю? Ну-ка. Что значит у парка нет прав на строительство в этом месте? В каком месте? В аду, что ли? Ладно, раз спиралька и наверх. Два спиралька. О, я делал не так. Так, смотрите, я могу повернуть. Повернуть еще раз. Повернуть еще раз. Класс! Теперь они будут спускаться по спирали вниз головой. Я думаю, все, кто выйдут из этого туннеля, точно побывали в аду. Счастливо, ребятки. Мне кажется, ему немножко нехорошо. О, домой аттракцион побил все рекорды по экстремальности и отвращению. Ну что, мне кажется, можно использовать наработки наших бета-тестеров и запускать в парк новых гостей. Вход точно должен намекать, что все попадают в ад. Хотя скелетики такие миленькие. Парк официально открывается. Вот и первый посетитель, что же ждет его за туннелем. А это продукты бета-тестирования. Приветствуют его в нашем парке. Приветствую всех на новых аттракционах. О, да, все в восторге от моего нового аттракциона BlueWaster 2000. Посмотрите, как им всем очень весело. Ладно, мне кажется, пора их выпускать. Ой, какой клевенький рюкзачок Мопсик. Понравился аттракцион BlueWaster? Я вижу, что да. Надо бы их как-то подбодрить. Я думаю, бесплатное печенье точно подойдет. О, это печенье больше, чем он сам. Но он точно веселее. О, тут есть еще динамики. И в них можно выбирать музыку. О, я думаю, это подбодрит их перед следующим аттракционом. Но все же любят разную музыку. Наверное, я просто включу ее всю. О, да, эта симфония точно взбодрила их перед сафари моим новым аттракционом, чтобы они могли расслабиться и покататься на скорость 1 км в час на этих замечательных машинках. Веселье начинается. А в самом конце они попадают в туннель. Но на выезде веселье не заканчивается. Нужно еще постоять в очереди на выход. Ведь нельзя выйти сразу. Все хотят покататься на наших машинках. Посмотрите, сколько их много. Все любят стоять в очередях. Ну что, все, кто дошли до сюда, уже почти у выхода из парка. Осталось пройти всего один туннель. Я думал сделать на выходе из этого туннеля еще музыки, но я думаю, им и так хорошо после поездки на машинках. Все, что осталось посетителям, это сесть на лодку и пересечь нашу реку. И первая лодка ждет наших первых посетителей. О, так это ж бедняги-бета-тестеры. Они первые добрались к выходу. Ну что, удачные дороги, ребята. Надеюсь, вам понравилось в нашем парке. Я же правильно сделал спуск на воду. Оу, малеху не повезло. Ладно, стоило просто построить мост. Но уходить еще рано. Мы же не заработали денег. Все аттракционы были бесплатные. Посмотрите, в центре у нас банкоматы, в которых посетители будут снимать денежки и тратить их в наших лавках. Все, кто до сюда добрался уставшим, точно спешат на выживание. Ну что, двери закрываются. Удачного вам потребления. А вы опоздали. Извините. Через сто лет остался всего один человечек. Видимо, у него действительно на счету больше денежек, чем у других. Но за это время мир сильно изменился. Все стало совсем другим. И никого не осталось. Хотя, смотрите, вот он. Это же бедняга. Он все еще крутится на своей любимой карусели. Ему точно понравилось. Ну что, ребята, с вами был Тед. Как вам этот видос? Мне было весело. Так же, как и весело посетителям этого парка. Надеюсь, если вам понравилось, вы не забыли оставить свой комментарий и лайк под видео. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать. Жмите колокольчик. И до новых встреч. Кстати, вот мои другие видео с интересными прохождениями игр и всякое такое. Тоже посмотрите, если интересно. Ну и подписывайтесь тут. Нажмите на черепаху, там можно подписаться.